добрый вечер если говорить коротко то ура никто не ждал в том числе как я понимаю и автор но недавно появилась книга и сегодня мы собственно по этому поводу здесь и встретились что я должен сказать большим удовольствием о том что есть такой проект азерблюз который проводит здесь концерты которые проводят свою сцену на разных фестивалях вот и сергей наш дорогой гость давно всегда поэтому мы с удовольствием делали здесь презентацию книг сергей плотова больше больше не буду добрый вечер действительно внезапная история из приятных внезапностей появлением этой книги обязан во-первых твоей жене людмиле вот которая будучи очень скромным человеком взяла как-то и позвонила накануне моего 55-летия догадываясь что она все равно будет геннадий викторовичу казанову и просто намекнула что вот как 55 а книги до сих пор нет он сказал понятно и занялся историей с этой с этим сборником я не хотел издавать книгу за счет автора как-то мне казалось это когда он сказал ну тогда за счет исполнителя и за свой счет издал вот эту вот первую в моей жизни сольную книгу тиражом 300 экземпляров то есть она мне досталась просто в подарок на день рождения поэтому продажи книги не будет я ее буду дарить что подарено то и буду раздаривать наживаться на этом не стану поэтому все кто пожелает сегодня получит эту книгу просто так вот вечер сегодня у нас будет достаточно сумбурный потому что что не выстраивай но московские пробки подъезд отъезд торопливость каких-то гостей кто-то куда-то торопится футбол еще идет вдобавок извините за грустное вот поэтому как будет так будет будем делать перерывы потому что автор сильно курящий человек ходит переходить выходить периодически дышать воздухом а потом опять возвращаться сюда и это будет гуманная акция поэтому ну что кто захочет слинять это будет как раз эта возможность начну с такого стишка подходящего по моему бывает так что хорошо сидим и отмечаем дружескую встречу а тут такой заявится один и спасходит симпатичный вечер мы все не лебеда так лопухи и я предупреждаю безутайки он спросит почитать ли вам стихи храни вас бог ответить почитайка кто так сказал тому спасения нет пусть даже не надеется на чудо поэт в россии больше чем поэт он дермоед и жуткая зануда он может всех знакомых задолбать и так интеллигентно улыбаться он одержим желанием читать и даже на еду не отвлекаться без пауз стих перетекает в стих как он противен этот небожитель гоните из компании таких коль вы своей жизнью дорожите как носят этих выродков земля кому они нужны не понимаю прервусь ко мне зашли мои друзья я им стихи вот чтобы все таки не задолбывать всех этим монологом я буду скакать и предоставлять слово тем гостям которые пришли с тем еще чтобы и выступить я с ранних лет увлекаюсь и занимаюсь театральным капустником считаю своими учителями два направления это актерско-хулиганский капустник шервинда и державина который увидел совсем в раннем возрасте и интеллектуальный порой грустный горький капустник вадима жука который находится здесь вот на этом я учился смешивая все это в одну кучу и получаю что-то третье как мне кажется 11 лет назад приехал в москву из челябинска мы приехали вот семьей в январе седьмого января а 14 февраля в доме актера центральном уже игрался написанный многих капустник капустный вечер он был посвящен 15-летию пожара на тверской здание дома актера вот решили это радостное событие это поджог отметить уже на арбате вот и я придумал оптимистичное название этому вечеру пироманы вперед там собирались все пироманы на сцене мировые вот серёжа дорогов который здесь присутствует он был мамаем например искакал на лошадочки и пел что медленно кибитки уплывают в дарь движется на родец кочевой в общем мы уже почти на кольцевой ехали там у нас монголы а а в том числе там среди персонажей был джордана бруно как без него обойтись играл его замечательный всеми любимый актер федор добронравов значит федя был в каком-то рубище оборванном обугленном самый смазанный за спиной вот так вот у него был привязан кол какой-то и он как бы такой был привязанный к столбу еще мало того перед ним стоял тазик в котором были угли политые специальной жидкостью а вели этот вечер александр жигалкин и эдуард радзюкевич в образе кота бегемота и король его что логично потому что это все еще было при маргарите эскина и она естественно была маргаритой чему я так долго рассказываю когда джордана бруно значит стоял он потом пел свою песню джордана бруно мой костер в тумане светит светит каждому из вас а до этого у него вот эти ведущие они стояли рядышком с ним и произносили следующий текст при этом поджигая эти угли и они начинали реально гореть просто они говорили идей горячий пепел развеет свежий ветер сгореть во имя правды вот это зашибись и скажет инквизитор в костер подбросив меток как здорово что все мы здесь сегодня собрались настигнет мракобесов со временем расплата а мученик прогресса прошепчет дождались и мужик джордана они говорили что парень не комфортно что милый жарковато но здорово что все мы сегодня собрались олег петяев оттягивался несколько раз я на этой знаменитой песни совсем недавно я слышал ее на юбилейном вечере восьмидесятилетии михаил михайловича державина в театре сатиры в исполнении иосифа кобзона мог ли простой челябинский парень представлять что на восьмидесятилетии державина кобзон будет петь эту песню знаете дело в том что конечно я не мог себе представлять что кобзон он тогда долгое время он ее пел дуэтом служку ему не раздует распался я все время вспоминаю когда значит служка вам это случилось как бы такой анекдот ходил что два водопроводчик сидят и значит один это челушкова-то уволили на доверенность потерял подзабылась вот надо сказать что выбор у меня небольшой сегодня на этом мероприятии какую петь песню есть песня любимая песня сережа и поэтому спел и ушел да с этой песней тоже как бы такая история знаете я приехал на подступок в москве становился вообще мы с сережей двойные земляки потому что он жил и работал в омске и в челябинске и я сам из челябинска а еще мы с ним земляки по линии жены потому что она из омска получается вообще и я когда приехал в эти ватутинки кстати заманил у нас туда не уфильмон на висбор а завтра висбор исполнилось бы 82 года так что соберутся все в театре эстрады подвиг мы перейдем просто потом уже не будем расходиться я приехал в эту деревню ватутинки и думаю а дай-ка я поэтизирую и значит это написал песню и своему соседу говорю спел эту песню ну а кто у вас тут еще поэтизировал он мне говорит ну на тусовский у нас тут написал подмосковные вечера и сам говорит я как-то пошел по грибы возвращаясь в голове строчки у природы неплохой погоник вот тогда Александрович у меня был сосед какой-то даже кобзон сосед и вот 10 лет мы с ним играли в бильярд вот и значит и вот это наглость провинциальная позволила написать мне песню еще про одну деревню про царское село потому что я прочитал книжку тынянова пушкин просто мне был потрясен пушкин царское село вот и песню то я написал когда и мы ее везде пели а потом приехали в царское село как дали вот и подошел человек из фонда русской поэзии говорит хорошая у вас получилась песня про Лермонтова потому что песня называется поручик а поручик это был Лермонтова он говорит ну вы не расстраивайтесь потому что Лермонтов тоже служил в царском селе если вы всю эту ерунду не будете рассказывать ну что просто объявлять Михаилу Юрьевичу Лермонтову и Сергею Плотову посвящаться сегодня нет оркестра поэтому там вступления не будет у поручика не много ревера сразу как будто я отдалился одного так и осталось у поручика неважные дела у поручика разорвана шинель но до царского села путь дорога весела до тех пор пока не выветрится хмель до тех пор пока канал торн не стихнет медь он вообще не будет помнить ничего ни про драгу ни про плеть ни про то что смог посметь и что мачеха очистна для него у поручика на митике узор и платочек от одной мадмуазель он не помнит ни про скор ни про тихий разговор ни про то что им назначена дуэль он и не помнит ни про спор ни про тихий разговор ни про то что им назначена дуэль хмель שא� окном как окно у у Он из жизни не уйдет, дремлет царское село. Но пока одно окно не погаснет, он из жизни не уйдет. Таба-даба-даба-даба-даба. Мне попросили сегодня спеть на ТВЦ «Доброе утро», потому что день рождения Висбора. Какую песню будете петь? Я говорю, давайте я спою «Теперь толкнуты деньгах». Они посовещались два дня, сказали, что нет. Как-то, знаете, у нас утренняя передача, что портит люди настроение. Денег нет. Я говорю, так и вечерней никакой нет. Передача, где бы я так вот спеть эту песню. Можно я спою? Не знаю. Если вспомнить. Но песня, конечно, такая. О сегодняшнем мире. Теперь толкуют о деньгах В любых заброшенных снегах В портах, в постелях, в поездах Под всяким мелким зодиаком Тот век рассыпался, как мел Который словом жить умел Что начиналось с буквы «Л» Заканчиваясь мягким знаком Ожгучив взгляд из-под бровей Листание сборника кровей Что было содержание дней То стало приложением вроде Вот новоявленный Монсарт Забыв про двор, где ждут сердца Словат немного я забыл Но на 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 Все на продажу понеслось И что продать убыт нашлось В цене все то, что удалось Испорт, спрос, исходит на интриги Явились всюду чудеса Рубли раздув, как паруса И рыцарские голоса Смехополдобны, как в Невиге Моя надежда на того Кто не присвоив ничего Своё святое естество Сперёд в дворцах или в бараках Кто посреди обычных дел За словом следовать посмел Что начиналось с буквы Л Заканчалось мягким знаком Теперь толкует и деньгах Всё на продажу понеслось АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Слово аплодирую Спасибо Продолжим Спасибо большое У нас есть такой факт в биографии Как-то Олег позвонил и сказал, что нам надо написать гимн РЖД Ну вы слышали интонацию, да? Гимновая, конечно Нет, мы написали Получилась хорошая лирическая песня Вот Олег Юнна пел РЖД не приняла Не гимн Мы поняли, что гимна нам не написать никогда Вот про вот эти писания, да? По заказу Бывает по заказу Бывает по заказу И от души Бывает от души Но всё равно так уже добрая традиция Такая добрая традиция есть в конце января у меня Я уже говорил про капустника и про то, на чьих капустниках я учился Потом уже 23 года назад нас судьба свела с Вадимом на фестивале «Весёлая коза» в Нижнем Новгороде Где Вадим уже был председателем жюри А я был рядовым участником с тогдашним до этого «Чёрный театр» Потом этот «Чёрный театр» разросся до новой команды Потом я уже вошёл в жюри Потому что, поскольку председателем жюри был Вадим Жук А мы подружились То 10 лет я ездил на этот фестиваль как участник И 10 лет становился призёром Потому что надо уметь дружить И уже несколько лет Ему под день рождения Я пишу какую-нибудь стихотворную историю Уже их столько набралось, что он может выбирать Говорит, давай вот эту силу Как-то он в разговоре сказал, что ему велее, когда я выступаю в роли Катула, а не Гесиода То есть это не название лекарств Как думают практически все, кроме Вадима Вы Кесиод принимайте Нет, я на Катула, он дешевле Отечественного Такие древнеримские писатели Вот, Искатула Я говорю, хорошо, Искатула, так Искатула Вот такое посвящение Лесбия, как жив-здоров твой милый воробушек певчий Знаю, лелеешь его Знаю, себя не щадишь Он же с утра до утра песни чирикает скорбный Все об империи нашей плачет упадок клеймя Песни свои посылает он в небо Летите, летите Не доберутся до Феба Фебе свой насест обретут Лесбия, твой воробей в смелости соколу равен Час покружил он над статуей Цезаря Бойко Далее стоять истукан будет с головою седой Дай ему, лесбия, чистой воды и лепешку Дай ему, лесбия, кров под столичной застрехой Как-то у нашего Рима спросили Ну что, будешь третьим? Он согласился С тех пор воробьиные песни Все, что осталось свободным в пространстве вокала О, лесбия, побереги этот комочек из перьев Этот глоточек словесности Этот печаль и стопарь Спутал каталог катул карты истории нашей Вот и шагаем на звук На воробьиную песню О, лесбия, побереги наш камертон неказистый Вадим Жуков Совершенно потрясающие умеет Сережа писать И нежные, и сатирические одновременно стихи Я, в самом деле, очень люблю это Настоящее стихотворение Это стилизованный катул Знаменитое его обращение к лесбии Умер птенчику моей подружки Вообще Сережа мы знакомы еще раньше Он был моим зрителем, когда был ребенком Откуда у него такой божественный эстетический вкус? Я работал в Омском Тюзе Актером, выходил на сцену не всегда пьяным И иногда играл роли школьников Небритые мы выходили на сцену Отпускники Ленинградского театрального института Потрясающие разгильдяи бандиты А омские дети смотрели на нас И думали, что все по правде Так в школах страны и пенсии Я ходил, я видел Так и происходило Затем, как сказал Сергей Юрьевич Мы познакомились и подружились На фестивале Веселая Казань Не полюбить его в Черном театре У него блестящий партнер Причем у них был такой равновесие Его товарищ режиссер Саша был сильнее как актер Чем Сережа А Сережа был безусловно Дико одаренным, что было сразу понятно Начали они свящать странных, растрепанных Каких-то стилизаций Шекспира Перемешанных с дерьмом и современностью И это было очень любопытно Тогда мы делали с одним телевизорным режиссером Передачи, посвященной фестивалям И там удалось из Сережного текста Из этого Капустника Целых 13 минут и полчаса Ставить Долго мы с ним встречались Долго делились тем, что происходит В Капустном мире И не случайно, когда Сережа приехал в Москву А я приехал чуть раньше, чем Сережа в Москву Мы стали писать условно Вместе тексты Для Капустников Дома актеров Вместе мы почти никогда не писали Он писал свои номера, я свои номера Лучше, хуже, как бы там ни было Но мы шли параллельно, но одним путем Как две лобачевские прямые Направленные, собственно говоря К одной цели К любви к театру К зрителю К Маргарите Эскиной У нас вообще с ним получалось работать вместе Не очень здорово Мы с ним писали долгие годы для плавного сырка Как до этого называлась передача? Бесплатный сыр Бесплатный сыр, да, для Шендера Писали куплеты Вроде бы взял Шендер мою идею И стали мы писать вместе Но потом Сережа меня просто запросто переигрывал Мы считали, сколько там, 5-6 куплетов В передачу Всегда его процент Его куплетов был выше Он тоньше, лучше Чище мне чувствовал Что нужно написать по тому или иному Политическому поводу Вот этот совершенно как у таксы Нюх, да, на слово На ситуацию У него развит Необыкновенно Сережа прекрасный стилист Да, он умеет Из литературного и жизненного события Сделать чрезвычайно стильную Точную вещь Поэтическая техника вызывает Завис у кого-нибудь другого У него самого высокого Дело не в этом Она просто Ну, настоящая Отличная техника Недаром Когда он Юный мальчик Послал стихи Евгения Александровича Девтушенко Тот ему Пожелал Счастливой дороги И навсегда Забыл Что и правильно Потому что Если бы он помнил О Сергея Юрьевича Вряд ли уже смог Продолжать писать стихи Потому что Как он писал Завидую я этого секрета Не выдавал Я раньше никому Я знаю, что живет Мальчишка где-то И очень я завидую Ему Я случайно В комнате Представляю себе Вот Помимо Значит Вот этих куплетов Мы с Сережей Пытались писать Какие-то халтуры В полтора раза Удачно Большую вещь Стали делать вместе Не получается Черт Оба, конечно, ленивы Зато То, что мы писали Большую вещь Одну мы писали Там Шире Какие-то поздравлялки Писали В театр на юбилей Александру Анатольевичу Ширвинту А Сережа С этим театром Работает Очень хорошо Он очень чувствует Что надо Ширвинту И прекрасно На это Откликается Так вот Сережа Для работы Приезжал Ко мне Неоднократно На дачу Я вам должен сказать Что в 2000 году Я вел 80-летний юбилей Это двинуться Это двинуться Умом Значит Тоже и Сережа Он давно не пьет Но Когда он приезжает К нам В театральную Что-ли Дельку Тучкова Мы утром Мы утром с ним Ходим Три километра Туда Три Обратно В центр Ремесел И торговли Тучкова Где покупаем Свежий творог Сметанку Что получится Покупаем А Сережа Обязательно Покупает Бутылку Шикарного Можайского Молока Я не пробую Ну давай Сережа Литр мне было Жалко Это очень дорого А вот тебе Сережа Пить его Стелизованного Собственно говоря Как мы с тобой Пол литра Сейчас сделаем Я получаю Такое удовольствие Мы идем вдоль Железнодорожного Полотна Да Эти кривые Рельсы Эти мертвые Шпалы Этот запах Кофе С далекой перемолки Кофе На паях Эти больные Дети Ведущие Своих Нездоровых Матерей В сторону Нашей театральной И здоровый Человек Сережа Который Запахом Нажирает Литр А не пол Литра Своих Ленбург Я рад Людочка Что я тебе доставляю Каждый раз Когда приезжает Ко мне сюда Обратно Еще более Здорового Можика Хотя здоровье Его просто легендарна Это я бы сказал АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Скола швейка Швейка Совершенно верно Все помните Когда швейк Выжел Здоровейного Бутылка Крильника На глазах Подпоручика Дуба Значит, я не заю тебя, Сережа, потому что я, когда Сережа стал блестяще писать смешное, а вы все помните, сколько он создал на радио «Эха Москвы» передачи «Ну и денек», это можно было двинуться умом, это тысячи-полторы стихотворений, ну не меньше, да? На каждый день не все они были равного качества, но все они были. И единственное, что я хотел бы пожелать Сереже, в нем внутри спрятан и лирический дар. Конечно, не может не быть у такого человека лирического дара. И когда он заработает уже все деньги, когда Хрозанов опишет ему не только книжку, но и издание для автомобилей, Алинка научится эти автомобили водить, а Люся наймет людей убирать эти площади, вот тогда он станет писать лирику и дрогнут уже следующие поколения поэта. А пока, Сережа, я рискну прочитать несколько лирических стихов, потому что я заделался лириком лет 15 назад. Вот это, ни разу они не звучали еще вслух, это стихи, написанные совсем недавно в июне. Кстати, мы с Сережей неоднократно выступали вдвоем и придумали замечательную систему выступления вместе. Не имеет значения, значит, один читает 10 стихов, другой 10, один 9, другой 10. И так до последнего доходим, так удачно. То есть мы поняли, да? Да, что хотим, да нет. Значит, сотворчество называется стихториями. Рифмы и вещи на пол летят, слог оторвался, посыпались пуговицы, светлый, жадный, счастливый, испуганный. Взгляд у строки, у женщины взгляд. Здравствуй, сотворчество любящих тел, вместе, скорее, до постели страницы. И оторваться, и от страницы, что написал? До каких долетел млечных небес, горелых труб, ребра и бедра, слова, арматура? И остывает клавиатура вся в отпечатках пальцев и губ. Извущик трюхает по Петербургу, гвардейской ленточкой, перехватившись с губ. Столица очень хочет быть культурной, гранит подсвечивая под лузгу. Задумчивая пегая собака подстроилась к облукленному льву. Перевернулась строчка пастернака. Ты кончилась, а я живу. Переверсталась, но твое сияние на место ставит верные слова. Я тень, набросок угли, я мерцанья. Я кончился, а ты жива. Дитя, взлетающее вслед за птицей, И девичьи еловые ресницы, и теплые вишневые зорницы, Возможность этому додрожа удивиться, Взял да и создал он из ничего. А вы мне снова. Нет его! Парус В перемежающейся мгле Пустились в путь паяцы На оловянном корабле На лодке из фаянса Давно, во временах иных И при ином режиме Философы, философы в тазу для них Дорогу проложили. Разбиться небеса должны, Объяты штормом воды, Но им, как видно, не важны Условия погоды. Никто из них не доплывет До берега другого, Но только ими мир живет И жить достоин снова. Обрывок Мусорный ветер, золотом, Кромок, с окраин, Нищенский, серый, Щемящий, кладбищенский дух. Жалкая книжка припомнилась Дети горчичного рая. Страхи на даче, Кривой, как кутузов петух. Выпью с лизиновой девкою Безалкогольного пива. Что, за любовь говорю? Говорит за любовь. Девка сголовчива, Мусорный ветер залива, Красный ее треугольник, Фабричная черная дрожь. И вот стишок, который написал Сегодня утром. Согрей, дружок, крепленный грудь, Как в прежние года, Когда-нибудь и где-нибудь С тобой навсегда. И нет сомнения ничуть, Что там, за уголком, Стоит приятель как-нибудь С початым бутыльком. И ты закуски раздобудь, Оставь печаль свою И выпей за кого-нибудь, Кто мается в раю. И этих милых не забудь, Что рядом и вдали Немногих этих кто-нибудь Во всех краях земли. И этих, главное, Подруг твоих, Нерях, дурех. Их было-то не больше двух, Ну, может, четырех. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Я тут по старинке решил сложить Не вайфаби, И вот, пожалуйста, Сейчас буду перебирать. Потому что книжка настоящая, кстати. Книжка, почему настоящая? Потому что она с опечатками. Я проверил, там опечатки, Там буквы не те, где. А самое главное, Там не те знаки припинания. Что большая редкость для опечаток Между калочками. Да. Ну, допустим, авторство. Здесь такого Московские стишки. Ну, это песенка. Мелодию вы узнаете. Ну, так и на последние пейзажи В праздничный весенний ясный день Раскакал по городу олень, Раскакал по городу олень, И столицу превратил в Тюмень. Ты к нам забрел олень, Победа разумею, Вернись скорее, олень, Свои края оленьи, Где вышки нефтяные И трубы жестяные, Вернись уже туда, весной олень. Словно пена, засохшая на помазке, Шелушатся вверху облака. Я, как в песенке старой, Иду по Москве, Деловито, а не абы как. Кашу бурую стертый колотит каблук, Ветер мент раздвигает пальто. Я иду по Москве, Мимо встречи разлук, По бесшапошному шапито, Вдоль знакомого строя закрытых дверей, Через двор, где Тойота тюлень Вечер прячет за пазуху мед фонарей. Тема тления, темень, тюмень. Вот эта вот тема тюмень, И в последнее время все там преследует. Сейчас посмотрим. Что-то повеселее. А, вот. Ага. Среди колов, колдобин и коллег Мои года почти уже прошли. Прошу, Россия, встань скорее с колен. Я подустал, и ноги затекли. Но ты сидишь, Сидишь и не встаешь. И зад сакральный неподъемный твой Прижал меня, как будто мамонт-вож. И тяжко так, хоть плачь, хоть волком вой. На всей земле должно быть ты одна, Так тяжело отдухотворена. Вставай, моя огромная страна, Нескромная, погромная страна. Вставай, поправь поплывший макияж, И юбку отряхни и подтяни. Тебя любить давно иссяк кураж От перманентной тягостной херни. Что ты творишь? Тоску родных горер, Дай позабыть и ноги разогнуть. Прошу, Россия, встань с моих колен, А то уже не охнуть, не вздохнуть. Откроешь так Яндекс, Новости почитаешь, Думаешь, может вообще уходить из юмора, В принципе. Потому что, ну как? Из новостей. Зоны бесплатного доступа к Wi-Fi Появятся на трех кладбищах Москвы. Хорошо. Позвони мне, позвони. Я в печали здесь остался. С сообщением не тяни. Информируй, как добрался. Сделай селфи под кустом, Палка слева под букетом. Ты расстался с этим светом, Но нам же, кто пока на этом, Интересно, как на том. Знаю, мы в твоей судьбе Ничего уже не значим, Но скучаем на ФБ, Без тебя и даже плачем. СМС не как ты там, Ждем всю правду без утайки. Наши выжившие стайки Обещают ставить лайки От покойника по стам. Сфотой райскую еду Или адские мучения. Девять дней упорно жду я Любого сообщения. Не тяни уже, давай. Не буди в скорбящих лихо. Кстати, сообщаю, Миха, На поминках было тихо, Так как в зале был вай-фай. Без тебя проходят дни. Я, чтоб уложиться в смету, Подключил тариф два метра. Позвони мне. Позвони. Из веселых тем. Президент России Владимир Путин Во вторник предложил евреям, Которые не чувствуют себя в безопасности, В Европе перебраться в Россию. Отведи ты нас в Россию, Моисей. Босиком хотим побегать по Россе, Чтоб духовность обрести при РПЦ И при прочем перманентном пиздеце. Будет все у нас там миром да ладом. Назовут, возможно, пару раз жидом, Да ударят кистенем в ночной тиши. Не со зла, а от загадочной души. Нам в Брюсселях опостылило уже. Призрак бродит по Европе в паранже. Портит девок да взрывает парижан. Ну их нафиг, мы хотим в Биробиджан. Поводи нас, Моисей, среди снегов. Дай команду, ну-ка, Let's my people go! Отведи в страну, где Лен и Соловей. В кои веки мы понадобились ей. У нее ж теперь кругом одни враги. Украинцы, турки, чурки да ИГИЛ. А евреи нынче вроде бы друзья. Мы ж и сами понимаем, так нельзя. До России до Брести нам хватит сил, Раз уж лично ВВП нас пригласил, Чтобы было на кого списать вину, Чтобы было от кого спасать страну. Там кто-то из желающих выступать подошел, Не подошел, я не знаю. Завзрываем с улицы. С улицы, да. Смотрите, мы хорошо, я сейчас еще тогда потакую. Несколько посвящений Галичу. Это вот здесь на бумажке, Это стишки, которые не вошли в сборник. Это уже потом написано. Итак, эпиграф. Когда я вернусь? Александр Галич. Не возвращайтесь в Варшаву. Александр Аркадьевич Галич. Век 21 гуляет матросом по женской общаге. Слово в загоне, И дело пахнет вновь керосином. Прошу, Александр Аркадьевич, Не надо, не возвращайтесь. Вам будет горько и мерзко В этой России. Враги нам хохлы и турки, Бомбим мы по-братски Сирию. Георгиевскими лентами Украшено в праздник стоило. Нет, Александр Аркадьевич, Не возвращайтесь в Россию. В Париж возвращайтесь. В Осло. Ну а сюда не стоит. В день вертухая пляшут, Урки на пайку зарясь. Здесь все персонажи ваши, И проще поставить запись, Поставить старую запись Где-нибудь в кухне под вечер, Словно свободы зависть Над мерзлотою вечной. Кто-то вздохнет, Все точно, Кто-то хмыкнет, Провидец. И станет стыдно и тошно С того, что творит правитель. Хозяйка шепнет кому-то, Он словно здесь, за дверями. Но песенка две минуты, А жизнь длинней и корявей. А жизнь не песенка, братцы, И надо бы претерпеться, И как-то выжить стараться, И, значит, как-то вертеться. Звездою Кремлевской светит Забытая была статья. На ветер слова, на ветер, А ветер на круге своя, Под сицевой этой синью. К чему наш Титаник раскачивать? Все шлюпки на нем заполнила, Орава речистой швали. Не возвращайтесь в Россию, Прошу, Александр Аркадьевич, Туда возвращаться бессмысленно, Откуда не вы бывали. Пейзажами эпиграф «Вечер поезд огоньки, Дальняя дорога». Александр Аркадьевич. Ночь столица огоньки, До метро дорога, Павильоны до ларьки Светятся у Бога. Здесь их, если подсчитать, До известной матери, Только мне на них плевать, Я ж на экскаватере. Я с Надюхой потусить Собирался вечером, Все, чтоб выпить, закусить, Было обеспечено. Шаурму и ананас, Белые две чекушки, Я в киоске взял как раз По пути к Надюшке. Стас Михайлов на сиди, Водочка в стакане, От Надюхиной груди Голова в тумане, И у ней туманный взгляд Повело родную. Тут звонят, Давай-ка, брат, Выходи в ночную. Мол, пока я пьян и сыт, В потешаха вроде, Там киоски портят вид И на смертье гробят. Это все как в сердце нож Для Сергея Семеновича. В общем, надо ехать в ночь, Раствориться вон о чем. И в законный выходной, На ночную смену, Я поперся, как герой, Злой, как сто чеченов, И уже мне хрен один Ради вида сраного То ли крикнуть на Берлин, То ли спеть Гасманова. Есть душа и у мыша, Есть и у тюленя, А у моего ковша Только направление. Я на павильон попер, Весь в работе полностью, Только вдруг заглох мотор По закону подлости. Я смотреть болез дурак, И на плитке скользкой Рухнул и башкой херак С дурью корсомольской. На Москву теперь гляжу Я с больничной койки, И видок столичный, Жуть, жуть, Ниверсаль нисколько. Ночью плачу по Москве, А с утра уныло, Мысли бродят в голове. Нафига все было? Тут уж не до красоты И не до наследий. Русь, когда ж снесешься ты, Как ларек последний? Большой поэт не ходит в туалет, Поскольку не в сортирах и уборных Его стезя, А где-то в высях горних, Где он следит движение кумет. Большой поэт народу свыше дан, В чем у него нет никаких сомнений. Большой поэт всегда немного ленин, Не какающий гений и титан. Большой поэт не ходит на базар, Большой поэт на кухне кран не чинит, Он перманентно в думах об отчизне, И скорбь в его прописанных глазах. Большой поэт обуза для родни. Она его совсем не понимает, Тритирует и бытом донимает, А он творит, ему не до фигни. Довольным он не должен быть никак. Когда он зажигает светоч знания, То обречен на нетопонимание. До нас дойдет, а все уже поздняк метаться. Здесь в стишке анжамбеман, Что, между прочим, верная примета Большого настоящего поэта. Кто без анжамбемана, графоман. Большой поэт на весь обижен свет И неопрятен, и вонюч немного. Зато трындит без роуминга с богом. Он так считает, почему-то не так. Его терпеть читатель обречен. И ладно, и потерпим. Нам еще. Баллада. Классическая такая вагонная баллада. Пришла пора весенних гроз, Сирень кипела пеной плотной, А паренек-единорос Влюбился в девушку с болотной. Ее он встретил на суде В украшенном гербами зале. Он захотел ее обнять, Но судьи приговор читали. Был у девчонки бойкий нрав И взор студене Байкала. Судья ей выписала штраф, Когда в ней дочь свою узнала. Она из здания суда Могла идти куда угодно. Открыв калитку, конвоир сказал, «Сестренка, ты свободна?» И подошел к ней паренек. Сказал, что он Геннадий Качин. И то, что он единоросс. Но это ничего не значит. В любви глубокой и большой Хотел он девушке признаться. Ему ответила она, «Вдруг дружку нам нельзя влюбляться». Потом добавила она, «Идите в жопу, Бугороди, Вы для меня кусок говна, А не какой-то там Геннадий». Она ушла в глухую ночь, Чтоб там предаться экстремизму. А паренек подался прочь. И был он полон пессимизма. Он размышлял, «Как вышло, что?» Он так отчаянно влюбился. Пришел в квартиру, Снял пальто И тазипамом отравился. Такой вот беспощадный рок Судьба и гейка, жизнь копейка И схоронила паренька Его партийная ячейка. Рыдания слышались родней, Всплывали грустные вопросы. Когда мечтал ты о любви, Зачем пошел в единороссы? А эта девушка теперь Живет с каким-то либералом. Подайте, люди, на пропой, Все, у кого бабла на волонт. Мне не так давно Появилась новая забава, Как вы поняли по лексике, Совместные выступления С поэтами-матержинками. Это приносит деньги, между прочим. Народ тянется, платит за это деньги, А нам только дай почитать. Один из моих подельников По этим выступлениям, Борис Плавков. Добрый вечер. Ну, я не знаю, В плюс или в минус Отношусь к категории Матержинников в ванной. В основном. А, значит, выступаем мы Этой самой звездной В кавычках командой Довольно частно И действительно за это платим деньги. Но я все-таки Попробую не разрушить Атмосферу Высокой культуры. И Большого количества матерных слов Не употреблю. Жестокий роман. О бытие, а не о быт Любовная разбилась лодка Роман наш кончен и забыт Я больше не люблю вас Водка Увы, суть страсти такова Нельзя навеки быть счастливым Я вас любил Хоть раза два он изменял С дешевым пивом Я вас любил Пускай давно В свободную от вас минутку Нет-нет, да и имел вино Но, как имеют, проститутку Вино же мудро Не гоняк скоропалительным решеньям Имело выдержку Меня склонять к серьезным отношениям И как сермяжник и аскет Мог вашу чистоту и крепость На послевкусье и букет сменить Бог весь, но пала крепость Прощайте ж, белая моя Пусть будет мне прощеньем малым Что тех, кто преданнее, чем я У вас, как видимым Как минимум, навалом Вечер в рыбном ресторане И что? С ухой из осетрины Пол-литра съела жизнь Скучна Вокруг путаны, как с витрины И три конкретных пацана Отметил вяло Музыканты лобают полную херню А на лице официанта Угри Жирнее, чем в меню В углу Пока не слими ноги Две дамы рвали карася У левой Огорчили ноги Вторая Огорчила вся Вздохнул Отставил капучино Вздохнул И вынул Портмане Поняв, что не найду причины Чтобы не идти домой К жене Из истории болезни По месту проживания И окрест Гнеб не бывал В российской федерации Он, выражая нравственный протест Всеобщей поголовной Бодлизации Стараясь и в себе Не потраплять Желанию Совершенно Аскотиниться На стенах и заборах Слово Блять Писал Каллиграфической Латиницей Глазник Назначил мне Очки Для Дали Потом подумал И сказал Для Близи Чтоб В одночасье Менее страдали Объемы Моих жизненных Коллизий Увы Но помогла мне Эта мера Как скажем Пьяной продавчице Фросе Два лифчика Четвертого размера В попытках Сладить с бюстом Номер восемь Не такой стишок Может быть даже Философский Настроение Снова солнышко В окне Есть здоровье И деньжата Чудо-женщина Ко мне Верится навек Прижата Но занудствует Душа Что полна И не напрасно Жизнь Всего лишь Хороша А могла Ведь быть Прекрасна Спасибо Я тем выступающим Не даю книжки У кого они уже есть Не потому что Мне жалко У меня предложение Мы вот как раз 55 минут Сейчас такуем И очень душно Давайте сделаем 15 минут Ровно Перерыв Перекур И вернемся Сюда посвежевшими Я тогда уже Из книжки Что-нибудь С выражением Порассказ Пусть всегда Будет небо Пусть всегда Будет солнце Пусть не падает Индекс Доу Черточка Джонса Влез в потертые Джинсы За картошкой Шагаю И о Доу И Джонсе По пути Размышляю Сердцем Я понимаю Индекс Дела святое Что он значит Не знаю Что-то очень Крутое И от мыслей Подобных Деловит Я до жути Индекс Джонса И Доу Это то С чем Не шутят То с чем Недопустимо Абы как Обходиться Что в колхозе Родима Хрен кому Пригодится Стою В строю Едином С мудаками Что не читали Книжек Мураками Стыжусь И в сотый раз Себе жужжу Что завтра Жероманчик Раздобуду Продвинутым И просвещенным Буду И кое-что На память Затвержу Но снова Занимаюсь Пустяками И пробегаю Мимо Мураками Хотя уже Любой городовой В Японии Прочел его Без скуки Но не доходят Руки До хоруки Хоругви Всех эстетов Расписной Проходят дни Я не ношу Кроссовок Не посещаю Клубов И тусовок Без пирсинга И даже Без тату Общаться Обречен Со стариками И лишь Одна надежда Мураками Ну гадом Буду Завтра же Прочту Такая Уже Ставшая Классикой Стижок То есть Реально Он Находится На многих Сайтах Многих Библиотек И они Считают Его Своим Гимном Стижок Называется Звериный Оскал Бюджетника Потрясая Престижной Техникой На Тойотах И прочих Рено Толстомордые Библиотекари Развлекаться Спешат В казино Разумеется Служба Престижная Знать Лопатой Деньжище Грибут Их Швейцария Ждет Горнолыжная Их Канары Далекие Ждут Все Им Рады Наличкой Ничеками Рассчитаются Рвутся Школьники В библиотекарей Но без Блада Туда не попасть Детки Их Обучаются В Оксфордах Жены Их Бутики Потрошат И министры Без их Отзыва Ничего Не берутся Решать Работенка Конечно Опасная Всю Та жизнь То в гульбе То в пальбе Так и будет Пишу Не напрасное Жаль Увидеть То время Прекрасное Не придется Ни мне Ни тебе Гул Спорт Еще раз Гул Спорт Зала Прохладного Школа Физрука Полоумного Свиста Вот и я В полуметре От пола На канате Крученом Повис А физрук Издевается Будто Истязает Мое естество Проступают Три мерзкие Буквы На челе Невысоком Его ГТО Все к труду С обороной Подготовились Я не сумел Так прости Дорогая сторонка Что был робок Прости что не смел В чем подобен был Первому вальсу В олимпийский Резерв не попал Ты прости Что с каната Сорвался И положенной Нормой Не сдал Неизведав Спортивной Победы Шел Понурая Вдоль Физрукан А в мешочке Китайские Кеды И российская В сердце Тоска Всяк Независимо От чина Сегодня Ясно Сознает С изобретением Вазелина Шагнуло Общество Вперед И если Власти Лик Сержантский Возникнет Высадивши Дверь Стоять В позиции Гражданской Не так Болезненно Теперь Размышления О Северной Корее Выйду В сене Из кружки Запью Сиду Ксен Ты не в сердце Моем Киберсен И стою Не в раю И уйду Во греке Не согреться Этой Идеи Чучке И чужда Мне Паньхваньского Шлюза Вода И помпесность Пхеньяна Чужда Мне До дрожи Родная Земля Дорога Где Своих Мудаков Дофига Сейчас Переключимся Опять Капустную Тему С которой Я не Свернул Потому что Ну Очень Много Капустников Написалось В свою Жизнь И Очень Часто Чему я Счастлив Эти номера Исполнял Замечательный Актер Композитор Шоумен Как мы ждали В свое время Передачи Веселые Ребята По телевизору Это были Первые Скетч-шоу Про родители Они были первыми Сергей Шустецкий Здравствуйте Должен сказать Что Когда я впервые Услышал Стихи Сережи Мне жутко Не понравилось Всего Спасибо Замечательный Как так можно Потом я понял Писал на потребу На коленке Быстро Радио Эхо Москвы Да Какая-то Заштатная Радио Чудовищная Вот А потом Встретились На веселой Козе Во-первых Оказалось Что он тоже Сергей Юрьевич Это меня заинтересовало Вот А потом Потом Вот уже 12 лет Просто я не представляю Извини Сереж У нас с ориентацией Все в порядке Поэтому я вам честно Люблю Вот И не представляю Жизни без тебя Теперь уже Потому что написано Ну не знаю Полтора десятка Песен Для фильмов Для мультиков Просто так Я иногда Я ему звоню Вечером Говорю Серега Настроение плохое Надо к утру Что-то написать Высылается текст К утру Уже готова Аранжировка Настроение Еще хуже Было и такое Вот Ну и конечно Капустники Без которых Обойтись Обойтись Невозможно Я думал Сегодня спеть Одну из песен Но С фонограммой Сейчас проблема Поэтому Действительно Акапелла Два Два Грассирующих Персонажа Два Визави Наполеон И Александр Первый Написано Кстати С большой Разницей Во времени Так получилось Один был Капустник Посвящен Пожару Про него Говорил Пироманы Пироманы Вперед Ну и был Там естественно Наполеон Ну представляете Сапоги Требок Все Полужно Догорает Москва В суматохе И гамме По Смоленской Дороге Бушуют Грачи Я надеюсь Что мы Еще Встретимся С вами Дорогие Москвичи Ну что Сказать вам Москвичи На прощанье Коль Ваше Здание Вдруг Постигнет Возгорание Дорогие Москвичи При пожаре Можете Смело Все Валить На Франс Через Несколько лет Был Капустник Посвященный 200-летию Бородинского Сражения Под звуки Чайковского Вертую 1812 год Я выходил Меня встречали Пионеры Делали фотографии Шапочка Мономаха Все Как Как У нас В империи Власть Всегда От Бога И На Троне На Ашинском Ангелы Одне Для России Матушки Я Старался Много Но Увы Без Выдумки Зато Теперь В стране Журавлик По Не Влетит Медведи Белые Идут И Даже Тигры Здесь Живут Легко И Дивно И Нам Европа Не указ Теперь В отечестве У нас Все Позитивно И Креативно Журавлик По Пониву Летит На Такое Действо Трудно Наглядеться Эдакой Фантазии И Не Сенилось Мне Да Я Кавказ Захватывал И Ябл И Закатывал Но Это Скука И Банал Зато Теперь В стране Журавлик По Небу Летит А В море Амфоры Лежат И Поглядев На Все Умильно Замечаешь Пусть Где-то Полное Не то Но Абсолютно Ясно Что В России Нынче Не Заскучаешь Журавлик По Небу Летит Журавлик По Небу Летит Медведи Белые Идут Журавлик По Небу Летит А в море Амфоры Лежат Журавлик По Небу Летит И Кто-то Там Летит Еще Журавлик По Небу Летит А на суше митинги идут, журавлик по небу летит. А по земле Курбан-Байрам журавлик по небу летит. А кто-то в Твиттере завис, журавлик по небу летит. Я подарил книжку, дарил с удовольствием. Читай, поиск, поиск, учи слова, мать-часть. Вот так вот периодически развлекаемся. Детям затем, а я ограничен в лексике теперь. Еще из цикла «Пламенные герои». Анжела Дэвис. Там, в России снежной, где отчий дом и лучший в мире двор. Я вас любил так искренне, так нежно, что вспоминать неловко до сих пор. И я хотел, и вся страна хотела, и не было таких, кто б не хотел. Чтоб дядя Сэм освободил Анжелу, не в шутку за ним мог и околел. Я в детстве был неравнодушный мальчик, борьбой за мир контуженный слегка. Анжела Дэвис. Черный одуванчик, страдалец из обложки огонька, Смуглянка-хулиганка, раскудрявый божок, укор буржуйскому врагу. Ни подвигов, ни доблести, ни славы, ни домика на тихом берегу. За романтизм ушедший жахну к жалке в своей навеки средней полосе, Где в свете фар тасуются Анжелки, элита ленинградского шоссе. Опять про пламенных революционеров. Давайте поглядим на факты смело. Оттенок кожи вовсе ни при чем, Но человек с фамилией Мандела На не успех в России обречет. Мы иноземцам рады. В самом деле, у нас и папуасы, и эскимос всегда при деле. Но никто Манделе не поручит руководящий пост. Пусть он сулит богатство беспредела. Подъем в культуре, в чувствах чистоту, Но прокричать «Приветствуем Манделу» Не смогут даже грузчики в парке. А нам милее Иванов с Петровым и Сидоров, Три брата-близнеца. Что в Африке полезно и здорово, То на Руси не более чем повод Для удалого красного словца. Вся в парче и в бархате С глоткой наголо Пой, надежда бабкина, всем смертям назло. От Версачи валенки не изюма фунт, А оркестрик маленький для надежды тьфу, Потому что полная жизнь у нас мой свет, Пять баянов порвано полночь, все нет. Было бы неправильно песню нас лишать, Ничего, что траурен родин и ландшафт, И снаружи зябка в ней, и внутри темно, Но надеждам бабкиным сбытся суждено. Коротенькое такое тоже из давнего. Нет, не всегда природа мудра Свои дары распределяет. Крольчиха знает Камасутру, Но применить не успевает. Не вгрызаюсь в пелену бурана, Под дождем в штормовке не стою, Скромная, как дачная веранда, Счастье из кармана достаю. В нем чаек с лимоном и баранки, Дочка и любимая жена, Трассы океанов и бураны, Хоть убей, не манят ни хрена. Мне давно романтика до фени, А блины милее целины. В пахнущем лаврушкою буфете Пять коньячных звездочек видны, Потому что грязь да бездорожье, Неуют и прочая байда Интересны тем, кто помоложе. Да и то, похоже, не всегда. А вот стишок. Совсем в другой край уйдем немножко. Когда-то я, как и положено, поступал во все театральные вузы Москвы И не поступил во все театральные вузы. В этом видится какая-то система И закономерность. Но дальше всех по турам Я прошел в Щукинское училище. И обиды на него не затаил. Кто ж знал, Что спустя много лет Я буду писать сценарий Столетия Щукинского училища. И в этом вечере выйду на эту сцену Вахтанговскую В составе педагога в Щуки. В сцене, в которой будут играть В сценке капустной Юлия Константиновна Борисова И Василия Лановой. Вот так сложилось. Но это такое, это хвастовство. А до этого мне несколько раз Сабитуре, которая сейчас как раз идет, Звонила Нина Дворженская, Когда она там сидела, И говорила, опять читали твою пионерку. То есть, стишок Как-то пошел в народ, Больше того, его читают Поступающие в театральные вузы. Раньше девочки в основном читали Мусу Джалиля «Жестокость». Где-то так. Ямы рыть заставили, А сами по воду отстали, Горско-палачай. Их не брали. Парварство. А теперь читают, я не слышал, Как, поэтому прочитаю, как я это писал. Пионерка. Белый верх, черный низ, Гольфы легким винтом. Во дворец пионеров на праздник летишь, Все попадают ниц. А особенно тот, вдохновенный гарнист, Ты его пригласишь. На волнующий, ах, целомудренный вальс. Две минуты топтания под шепот под рук, Две минуты стыда, Два потеющих лба, И проблема сползающих к талии рук, И финальный аккорд у поющих гитар. От сандалий твоих поднимая глаза, Он поймет, разглядит, Будет именно так, И с салютом украсится праздничный зал. Эта эра приблизилась светлых годов, Это синие ночи кострами цветут, Это дети рабочих в дешевых пальто, По подъездам винище дешевое пьют. Будь готова к тому, что закончится бал, Поседеют подруги, Свихнется гарнист. Наше дело не горн, Наше дело труба, Пионерка судьба. Белый верх, черный низ. АПЛОДИСМЕНТЫ В Челябинской области. Значит, У-у-у! Такие, Челяба! Значит, Стижок называется «След сокола». В селе с простым названием Уйское, Куда ведет тропинка узкая, Среди могучих лопухов, Под лесопилки тарахтения, В семье учительницы пения Родился Петька Пастухов. Его отец алкал высокого, Но баха нет, А бахус около. И как-то в праздничный загул Он накопал червей за баню И в одиночку, без компании, Пошел на Уй И утонул. А Петька рос, Все ноги в ссадинах, Вот он Петрушка в детском садике, Вот годы школьные пришли, Мечтал о чем-нибудь космическом, А в это время с Гойкой Митичем Кино цветное привезли. Тогда беда случилась с мальчиком, Сраженный намертво командчими, Он луки начал мастерить, А после мать погнал в истерику, Сказав, что убежит в Америку, И даже деньги стал копить. Он накопил 4,70. Потом дурман слегка рассеялся, Угомонился, обалдуй, Подрос, женился, Стал попадием, И, накопав червей за баню, Он направляется на Ути. Сорокалетний соплеменник мой, А тут ловатый корешок, Ты помнишь вывеску пельменная И мокрой тряпки запашок? Ты помнишь? Не стереть, не выветрить Тех погружений в жирный пар, Тех потных теток возле выворки, Их клейки пачечный товар. Берем двойную со сметаной, А остальное все при нас. При нас и молодость бештанная, И вечный портвежок Кавказ. Мы под столешницу мраморной Заменим на него компот. Вспотели окна, все течет. Кавказ, прохожие за рамами, И жизнь, и слезы, Вся фигня, что будет вспоминаться позже, Тобой мной при слове пожил, Тревожа, мучая, дразня пельменная. Будит народ, С подносом треснувшим, Меж пьяными, Дыша тайгою и туманами, Россия, матушка, идет, Несет за пазухой фугас, В глазах тоска, В душе вселенная. Мы с ней одно, Наш дом пельменная. Мы пьем, Не отвлекайте нас. Галилей. За горизонт светило приседает, Темнеет, И не то, чтобы холодает, Но все же тянет свежестью с полей. Солдатик в кабаке девицу клеит, Литрины закрывают в Бакалеи, Идет домой с допроса Галилей. Ну, вот и все. Закончились мучения, Про целесообразность отречения от ереси Все объяснил следак. Все ж так понятно, Боже, так понятно. Пошел, как говорится, На попятный, Но он не трус, Не трус и не слабак. Теперь друзья опять отыщут двери И могут забежать, По крайней мере, на пять минут, Хоть, по крайней мере, хоть на часок, Чтоб за вином болтать о том, о сём, О бабах, о погоде, О том, что солнце всходит и заходит, А о другом рассказов избегать. Теперь следить придется за глазами, Чтоб не метались, Не текли слезами от выданной свободы, От стыда, От тошной благодарности щенячьей К тому, кто протокольчик в папку пряча, Шутил на тему страшного суда, Домой, заткнуть камину пасть наукой, Гори она огнём на пасте мука, А истина, кому она нужна, Домой, в халате проходить до смерти, И на последнем выдохе заметить, Бежав с земли, Что вертится она. Радость раба груба, Пока не настиг финал, Тех увидать в гробах, Кто при жизни пинал. Мечта у раба проста, Как-нибудь втихаря С подстилки грязной привстать И плюнуть на тень царя. Заменяет рабу интим Возможность день не грести. Счастье раба На пути бесправней себя найти. Отдых раба Пинять на долю рабам другим. Горе раба Понять, что лизал не те сапоги. Миска раба Пусть полна, Гонор его не иссяк, А главное, что жена Раба Опять на стосяк. На стрелке далекой, В машине широкой, При всех на воротах Сидит паренек. На стриженной будке Глаза не забудки, Джентоник в желудке, На пальце брелок. Он баха не слушал, Он кашку не кушал, Терпел, И теперь в атаманы попал. Какая-то ката, Уже автоматы Готовы забацать Прощальный хорал. Мы люди без баха, Мы правнуки страха, Мы трахаем все, Что убить не смогли. Офиг ли нам фуга, Мы дети испуга, На наших подошвах Не видно земли. Не жди меня, мама, У малого зала. Сестра, в воскресенье В музей не веди. Тебе к реминору, А мне к криминалу. Средь шумного паба И бах нас судим. Есть еще желающие? Вот, тогда я предоставлю сейчас слово Человеку, который Посвятил изрядный кусок Своей очень насыщенной жизни. Я не все знаю, чем он занимался, Но чувствую, что это очень серьезное что-то такое, И настоящее. Он посвятил Моей популяризации. Он мало того, что записывал На кассету Мои выступления на Эхо Москвы Ежедневную, Иисус сказал фонотеку, То есть теперь я могу услышать, Насколько хуже я тогда читал, Чем сейчас. Вот. Ну еще и всем своим друзьям Рассказывал, Всем пока. То есть количество людей, Которые обо мне узнали Благодаря ему, Очень большое. За что ему огромное спасибо. Валерий Геройский. В одном из своих грехов, Как я грелся в лучах твоей славы. Мы с Геннадием Григорьевичем Вы давал меня себя заменим? Да. Геннадий Григорьевич, Легендарный наш конструктор, Спасатель. А давайте, Человек Геннадий Шульгин. Это реальный, например, Одна тоже из его подвигов, О которых можно снимать сериалы С 40 серий. Это ликвидатор Чернобыльской катастрофы. Не просто со стороны ликвидатора, Это ликвидатор. Спасший огромное количество людей, Человек, Чьи ордена и медали Действительно завоеваны Кровью и заслужены. Гена мне говорит, Зачем мы ездим, Слушаем эти кассеты, Нарезки делаем, Народ из соседних машин Подслушивает, Говорит, А кто это? Кто это читает? Это Москвы слушают. А мы сделали Аудиокниги. А потом приходит ко мне идея, Мир тогда блок Выпускал, Еще не закрыт был. И я стал потихонечку вставлять, Мы не были знакомы, Стишки, стихи И с иллюстрациями. И как навалил народ, Спасибо большое. Пошел народ на мейл, На блоги, И вдруг появляется Комментарий Сергея Плотова. Ты что тут творишь? С моими стихами. Не было такого. Ты говоришь, Столько народа, Причем ему заочно, Там благодарности, Там такие отзывы были. Ну он так весело, С юмором говорит, Чего ты тут пустой у них стихов? И популярность была невероятная. Нет, по словам, Другая. Хитрый кахол С польскими недостатками. Ну а потом и на фейсбуке. Пошло-поехало, Пошло-поехало. Там уже, Там уже спрашивали, А почему Плотова долго нет? Ну, Слава Богу, Он сейчас сам появился И регулярно там печатается. Спасибо. Вот, Сережа. Сережа, Можно Алла вертись? Конечно. Давайте. Мы с тобой, Нет, ничего не читаем. Добрый вечер. Меня, простите, У меня, Это черт от Чернобыля, Слаучевая болезнь. Слава Богу, Что меня Господь спас, За то, Что я знал английский. Я служил на Тофе. Когда он в сямке ходил, Параллельно, Служил час. И неожиданно в 6-й больнице, Я лежал, Приехали Астралийские доктора, Которые неожиданно предложили мне Поехать лечиться За счет Астралийца. Я поехал в группы, Которые там Ужасно тоже пострадали. У нас была одна особенность, Это большой валдырь на спине, Ниже спины и совсем низко. И нам Пересаживали Астралийскую кожу. Это баригены. А дальше Еще второй вариант. Лечевая болезнь, Она как-то течет Очень вяло, Но она убивает все. Особенно спинного мозга. И порой Очень так трудно ходить. Но интересно жить. Мне вообще интересно жить, Потому что мне интересно знать, Тоже все украдет. А с поэзией Начиналось очень странное время. В детстве Батя у меня сидел За анекдот. И вот Мама, За счет того, Что у мамы и отца Были разные фамилии, Мне повезло Побывать на Колыме В пятидесят. Мама устроилась Доктором Заведовать Больничкой. Если так можно назвать. А мы при ней. В школу я не ходил, А учился в библиотеке. Ну, а в библиотеке что? Стихи. И мама Всегда заставляла меня учить. И вот Попалось мне Такое задание Выучить Ручок с ноготок. Зубрю. И отсутствие Логики в поступках В описанных стихах Меня коробило просто. Как может раздаваться Топор дровосек Мужичок В больших сапогах В полушубке И нифига себе. Я ходил в фуфаке И вместо портянок Были газеты Советская Колыма Очень хорошо Теплоизолирована. Ну и Мучился, Не мог выучить. Вдруг Я смотрю Было написано Сами знаете Ямбе Это сипотворение Как у Михалкова Кинцерского союза Вдруг мне пришло Каждое утро и вечер Попал Союз Нерушимый И я так Однажды В студеную Землю Любовь Я ездил О И таким образом Стихи пошли После этого Я полюбил стихи Потом как-то Такая азартная жизнь Приключения Они на второй план Стихи оставили Потому что уже Жениться Уже стихи Лирические Как-то не шли А все больше Какая-то Ядовитая Такая желчная проза Вылезала Я много написал И однажды Валера Привез мне Стихи Сергея Это Потрясающая История Описывающая Визит Сухобатора Кличу Одно дело Когда нам Излагали Популярной литературе И второе Как Сергей Это видел Это сразу Пробудило интерес Потом я стал Слушать Эхо Москвы А потом Я был Совершенно Накаутирован Его Наша Таня Громко плачет Потому что На Тане Мы выросли На стихах Огнели волны Там Медведю лапу Оторвали То еще Какая-нибудь Коминальная история Сережа пишет Наша Таня Наша Таня Громко плачет Бросил муж Бросил муж Сгорела дача Дочку Выгнали С работы Маму Оторвали Готы Когда зять Подлес Приводит Швок Внук Гугоюне Течет Горшок Это уже Своя версия Даже Ладно Я с тобой После этого Я так полюбил Его стихи Что я Я охотился Искал Слушал И спасибо Валерию Что он в моем мире Там это Постепенно Все это Высылал И Знакомил меня С этим И вдруг Сергей Взял Я как-то Откликнулся Ему это Тоже было приятно Что читают Серьезные люди Его стихи Потом Мы Встретились Очень Это был Такой маленький Стол Я был Кюартье Сделал Там какой-то Шашлык Какую-то Закуску Кавказка Что-то еще Вадим Жук И Сережа С дамами Пришли В гости И мы настолько Понравили Друг другу Это было Так тепло В это дискретное время Найти единомышленников Причем Людей искренних Чистых С золотой душой И вот И это продолжается К сожалению Мы оба заняты Я своими болячками Сергей Своим творчеством И вдруг Приходит книжка Он приглашает нас С Валерой На презентации Я считаю Что Это огромный праздник Огромная такая История Которая Просто Как говорил Чичиков Не нет Не Чичиков Магнетизм души Поэтому Мне приятно Вас всех видеть Я надеюсь Что это Наша встреча Будет не последней Что мы все Были здоровы Счастливы И радовались Друг другу И творчеству Сергея Спасибо 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 Как причудливо Складываются выступления То есть Прозвучали Совершенно же Незапланированно Цитаты Из мертвых душ И вообще Разговор про то Что стихи Лучше петь А в моем багаже Творческом Есть Мюзикл Мертвые души Композитором Которого Выступил Великий композитор Александр Шурбин Который здесь Присутствует Дорогие друзья Мне очень Радостно Что я успел Потому что Вечер Сладывался так Что я был Далеко-далеко Но Я одолеваю Все преграды Мы прилетели Смерть Потому что Я не мог Для этого Потому что У меня Сергей Плотов Очень дорогой человек И Он сказал Что мы с авторами По мертвым душам Но у нас еще есть И не только У нас есть уже Примерно 4 Сценические произведения Некоторые из них Уже реализованы И даже активны Идут в разных театрах А другие Еще ждут своего часа Но я Могу вам сказать Совершенно честно Что Если у меня Появляется Какой-то новый заказ Или кто-то звонит Из театра Или какой-то режиссер Или продюсер Или сделайте для нас что-то Я говорю Да, хорошо Но стихи будет писать Сергей Плотов Это правда Потому что Действительно Более Виртуозного И мощного Театрального поэта Я просто на сегодняшний день В Москве не знаю Пусть никто не обидится Я не вижу Кто здесь зарустит Может кто-то скажет Вот да У Вадика нет Ушел Ушел А то Вадик Обидится Но я считаю Что Сережа На сегодняшний день Действительно Номер один В этой области И конечно Меня потрясает Его Абсолютная Виртуозность Рифмы И ритмы И главное Скорость Знаете Вот я ему звонил И говорю Сережа Вот тут надо Вот такую-то песню Вот такая Через 15 минут Он звонит И с гениальными стихами Уже все готово Уже все написано Да как это получается Это загадка Но действительно Уникальный человек Вот Значит Я горжусь тем Что у меня есть такая Ну как бы Брошюра Альбом Там Это посвящено мне И здесь Среди прочего Значит Есть стихи Которые Сережа посвятил мне Извини Можно я сам зачту Потому что они мне очень нравятся Заполнен зал И стол накрыт И юбиляр Взвал новым крайне Это на мой юбилей Естественно А я за суматошный вид Прошу прощения У собрания Есть слово в русском языке Что нынче каждому известно В Москве И в Высшем Волочке В Товбове В Омске Повсеместно Оно теплее чем меха Оно престижно и красиво И начинается на ха Как все хорошее в России Хаутурка Дело и судьба Она практически любого Зовет как воина труба Как смерть девичьей Казанову И каждый на себе познал Изнанку творческой юдоли Мол люди гибнут за металл А вы чего ж Не люди что ли Но я вам пожелать хотел Презреть и доллары И евры Да Суетится мой удел Ваш путь Нетленки и шедевры Вперед гляди Или назад И здесь и там Страна родная Но для Орфея Сущий ад Халтура Череда сплошная Пусть будет каждый ваш альбом Для россиян Товаром штучным Хоть в небе Тучи в голубом И голубых под ними Туча Я как поэт и гражданин Скажусь присущим мне Накалом У нас халтурщиков Немало А вот журбин У нас один А я Я тоже кое-что написал Вот к сегодняшнему дню Это еще не напечатано Да нет Написал словами Я иногда пишу слова Вот Сергея Флотова На нашем книжном аукционе Немало есть безумных лотов Да Славен был Господь в Сионе Здесь лучший лот Книжка Сережа Плотов Он скромен Он не лезет в дамки Он преуспел во всех науках Себя он держит в строгих рамках А пишет в основном в фейсбуке Он мадригалов Птеродакцик И автор многих эпитафий Свободно пишет в ритме дакцик А также в ритме амфибра Не любит громких он глаголов Хранит он музе Постоянство И все же несется его голос По виртуальному пространству И там средь грохота реляций Средь контрибуций И аннексий Приятно слышит слог изящный Изысканный набор рефлексий Он от политики в сторонке Ведь те и эти Все поганы Он не летит в безумные гонки И не выходит на майданы Ну есть грешок Он пишет круто И для ослов И для фазанов Не зря Не зря ведь ходит почему-то К нему известный Г. Хазан Ну что поделать Жить-то надо Семья растет Она большая Такая у него работа У всех поэтов жизнь такая Потом подумайте вы сами Что б без него читал Хазанов Кто б рот наполнил словесами Уж лучше плотов Чем проханов Сергей живет И просто пишет Хоть все прекрасно понимает Стихи он пишет Словно дышит И долг свой честно выполняет Пройдут года Придет богатство Наступит час капитализма И это будет правды царства И торжество либерализма Вдруг звук польется Как из рога И сотни просмотрев блокнотов Поймем мы Вот поэт от бога Салют тебе Сережа Плот Браво Я очень надеюсь Что эта первая книжка Далеко не последняя Потому что при таком Фонтанирующем таланте Я уверен Что скоро будет вторая И третья И главное Что у нас будут новые Совместные работы Я очень надеюсь Да Счастливо Спасибо большое У нас в неликвидах Еще целая опера Анна Каренина То есть мы крупно работаем А я сейчас Вот так Прочитаю И мы сделаем опять Перерывчик воздуха Вздохнем Все уже Парилка начинается Вот эти мертвые души Какой там был финал Вот сейчас я прочитаю Представляете Да Финал И значит там Чичиков По краям там Селефан и Петрушка И получается такая Тройка И хор мертвых душ Сзади Поспит Чичиков Эх была не была Коне рвут у дела Да мечтают уйти Из объятий узды Неоглядная даль Повела Повлекла Или мы не любители Быстрой езды Или нам Русакам Ни к чему Рысаки Не поднять ли Судьбу От тоски На дыбы Пусть простор Словно мать Поцелует виски И мелькают В глазах Верстовые столбы Наша песня Проста Словно посвист Хлыста Наши беды Черны Да глаза Голубы И проклятия С молитвой Спеклись На устах И мелькают Летят Верстовые столбы Верстовые столбы Да вороний Голдеж Не балуй Вороной Не дури Пристяжной Верстовые столбы Бездорожье И сплошь Лишь разбойничьи Рожи Да хохот Блажной А из сказки Ревиской Мы сделаем Быль Птица-тройка Летит В вековечной Пыли Что ж ты Бьешься Душа В верстовые Столбы В эти Ребра Гнилые Великой Земли Что ж ты Хочешь Душа От просторов Таких Где скачи Двести лет Не единой Избы Ляжет снег И замерзнут В степях Ямщики Встанут Вместо крестов Верстовые Столбы Эй Кнутом Полоди Мутным Глазом Гляди Что у нас Впереди Что у нас Впереди Селефан Впереди У нас Всегда То же Что и Сзади В чистом Поле Не следа Тихо На ночь Глядя Лишь Колышутся Кусты По краям От ветра Русь Куда Несешься Ты Не дает Ответа Хор Мертвых Душ Ай Дане 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 Дает Ответа То ли Селефан То ли Песню В небо Выть То ли Напиться Пьяным То Бурьян А то Ковыль А то Ковыль С Бурьяном Бесконечный Словно Грусть Колокольчик Где-то Дай Ответ Бродяги Русь Не дает Ответа Ай Да Не дает Ответа Ночь Катать Из-под Полы Острый Месяц Кажет Каждый В горькую Полынь Нагулявшись Ляжет Значит Что же Мчать По-белу Свету Дай Ответ Ну Дай Ответ Не дает Ответа Ай Да Ну Да Ну Да Не Не дает Ответа И Чичиков Вступает Еще раз Сверху Версты Версты Бесчета И кидает В края Травит Душу Зайчонка Зылая Песня Твоя Неподъемные Веки Вековые Гробы Жизни Краденной Вехи Верстовые Столбы Ой Ты Русь Горемыка Не обнять Не согреть Над тобой Неумытой Сужденом Не лететь Над детинушкой Ражем Потерявшим Покой Над ухабами Сажей Дураками Тоской Над крестами Заборов Над портянками Рек Над судьбой Над собою Опрокинутым В снег Над плакучей Ивой Над могилой Отца Пролетаю Я Ибо Нет Полету Конца Рву Последние Жилы За химерой Спеша Мы С тобой Еще Живы Русь Россия Душа Привешено На последнем Слово Была Душа Прервемся На 15 Минут А потом Я расскажу Из аппарата С пафосом Если сказать Поэтому У нас Склад Примерно Один Мыслей И Ассоциативный Ряд Один И Затеял я В свое время Такой цикл И вот Несколько Он большой Я его весь Не буду читать Но какие-то Из них Вот Например Чтобы Стили Еще Поиграть Да Мне что Скучно В одном стиле Это в разное Это В свое время Жук назвал Этот цикл Пост Пост Модернизм Потому что Для пост Модернизма Это слишком Навороченное Вот Карлсон Хоку Смотрит На крыше Старик Приготовив Варенье Ждет Неизвестно Кого Ну все Ну все Ну что Хоку Такой жанр Интересный Но им конечно Каганов И Большой Мастер По Современным Хоку Это конечно Виртуозное Совершенно Произведение Дом Мамы Жены Где шутки Вряд ли Пройду Что показать Часто Девочка Тёбликом Болось в Канзас Переплетая страх и страсть Кружит, зовет, барбочит что-то Она для счастья родилась А после в Мерла для полета Летают муха с комаром И пух испорванной периной В полете птица над Днепром Земная жизнь до половины Мы б тоже, видимо, смогли Не счесть резервов в человеке Но оторваться от земли мешают то века, то веки И ты в гробу полет видал Не ожидал, застыл в испуге И голова твоя седа В земных проблем защитном круге Тот круг не просто приступить Вот и торчи внутри отважно Под старость тройку нацепи Кто выдумал ее, не важно Тебе к лицу Всю нечисть прочь Крик метуха развеет дальний Полет у паночки нормальный Тихо украшен Дядя Степа оборотень Кто не знает дядю Степу Всех, кто возле сорока Замотала шарфом теплым Михалковская строка Со стихами о Степане Каждый с измальства знаком Это вам не дядя Ваня Не убогий дядя Том И года над ним не властны Я скажу напрямоту В самочувствии прекрасном Он и нынче на посту Чай попьет, поест глазунью Снова весел и румян Лишь в период полнолу Беспокоится Степан Зарастает шерстью холка Возникает резь в клыках Дядя Степа смотрит волком И в прохожих сеет страх От шинели тянет тленом Крови жаждет естество Часто путают с сиреной Вой полуночный его И всю ночь неумолимо Он по улицам бредет Но при первых звуках гимна Дядя Степа пропадет Гаргантюа и Пантегрюель Перечисление блюд Обед Гаргантюа Я список урабле прочел до середины Желе и крем-брюле Свинину и маслины Расставил на столе Великий Франсуа Мерси тебе, горсон, спасибо за труды Прошло полтысячи лет Засохло в кружках вена И выпито вино Когда бы не рабле нам в жизни Не постичь круговорот еды То розбив, то рулет Гаргантюа глотает Грызет строку рабле Писатель-гуманист Спешит мятежный дух В амбивалентный низ И с тяжким грохотом Наружу вылетает Робинсон Круза Стена Напротив другая стена Обои Пол Потолок Плафон Кофейная чашка Одна Сахар Один кусок Чайная ложечка Дверь Окно Чайник Плита Табак Спичка Халата Телевизор Кино Дорога Дорожный знак Дерево Ночь Подоконник Луна Комната Лампа Комар Спичка Табак Телефон Тишина Август Октябрь Март Лысина Кепка Ушанка Зонт Майка Пальто Тулуп Чай Ааа Веник Уборка Ковра Узор Чай Макароны Зуб Наводнение Засуха Новый век След Человек Судьба Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Спичка Табака Браво Мы мчимся Голопом Нелегок Наш путь Должны мы Подвески Найти И вернуть Вот это Атос Он печален И пьян В любви Неудачник А я Д'Артаньян Нас молодость Гонит В опасный Поход Храпят Наши кони А сердце Поет Вот это Портос Весельчак И буян Он жить Будет Долго А я Д'Артаньян Ответьте Париж Орлеан И Кале Когда же Уймется Подлец Решелье Мой друг Арамис И красив Румян Он станет Аббатом А я Д'Артаньян Констанция Милая Где ж ты Теперь Ах Белая Келья Тяжелая Дверь Миледи Коварно Исполнила План Любимая Насмерть А я Д'Артаньян Но скоро Миледи Настигнет Финал Удар И над трупом Склонится Луна И счастлива Вновь А я Д'Артаньян Приемник В машине Играет Гавод Отряд Не заметил Что кончен Поход Осталось Немного Продукты Купить Заехать В гараж И подвеску Сменить Пятнадцатилетний Капитан Немо Пусть Поет Веселый Ветер Над Седой Равниной Моря Мне Милей Всего На свете Рыб Внимание Немое Нету В пении Коллективном Ни мотива Ни аккорда Человек Звучит Противно А молчит И вправду Гордо Слышу Крики О свободе Чувствия Долга Или локтя Солнце Всходит И заходит Но темно В подводной Лодке Пусть темно И даже тесно В тесноте Зато в комфорте А дурак Любую песню Обязательно Испортит Очень трудно С дураками Вышла яхта Из тумана Вижу Кто-то На дункане Низвергает Капитана И опять Кого-то Режет Тишины Не получилось Из-за острова На стреже Выплывает Наутилус Бунт Подавим И на реях Всех изменников Повесим И пускай Над ними Реет гордо Реет Буревестник Вот Глупая Записка Робко Прячется В бутылку Флаг Повис Довольно Кислой Капитанской Ухмылкой Снова Выиграл Сражение Помолчи Табак Покурим Начинаю Погружение Кстати Скоро Грянет Пуля Сейчас Перервемся Еще Паузочка Переключаем Внимание Замечательный Актер Участник Шоу Шесть кадров Тоже Который Играл Мои капустники Сергей Дорогов Я не буду Долго Ваше Внимание Отвлекать Пока Есть На свете Вот такие Талантливые Жуки И плотовые Да Я спокоен Как-то За свою жизнь Вы иногда Своим Толапевым Почетом Все-таки Вдохновляете И меня Мало Пишущего Человека Но иногда Я позволяю себе Это рядом С вами не стоит Но тем не менее Вот короткие Такие Зарисовки Вы видели Глаза Тех Мужиков Которые Ждут Жен У Бутиков С глазами В угол Загнанной Собаки Стоят На протяжении Веков Атланты Держат Не Радзюкевича Любимая Из моего Творчества У Этика Любимая Вот эта Нет Никогда Нет Евреи Не будут Рабами Вспомните Эхо Великой Прошедшей Войны Били Бесправных Жидов Упыри С собаками Тем Хоть Бых Ны Хоть Бых Ны Хоть Бых Ны Хоть Бых Ны Вот Жена Моя Танька Ну Таньку Ты Знаешь Пилит Меня Что Пропил Я Последние Штаны Пилит И Пилит И Пилит Ну Ты Ж Понимаешь Мы Лег Хоть Бых Ны Хоть Бых Ны А А А Автопортрет Чтобы Было Понятно Да Откляченная Жопа И Живот Вот Фирменные Две Мои Приметы По Сим Приметам Всяк Меня Найдет Любой В Любой Заметьте Точки Света Есть Животы А Есть Зады Ого Мой Эксклюзив И В Эксклюзиве Весь Я Пью Пиво Ему Лидок Эскарго И Мой Живот Для Жопы Равновесие Спасибо А Вот Как Теперь Номер Который Был Сначала Написан Потом Впоследствии Стал Капустным Номером Его Исполняла Маруся Осипенко Уже Народная Артистка Теперь Россия Артистка Театра Вахтангова И Жена Олег Митя Вот Му Му Продолжая Номер 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 Кстати, Гера, весьма любопытно ваше мнение о пьесе «Найдне». Но Герасим поплевывал в воду и молчал. Он давно осознал, все попытки общения с народом утопически портят финал. Гул затих, и в лондонском тумане, прислоняясь к дверному косяку, доктор Ватсон дописал в романе самую последнюю строку. Ты жива еще, старушка Хатсон, жив и я, хотя терзает сплин, но сегодня добрый доктор Ватсон обещался притащить морфин. Связь времен без нас восстановили, человечки водят хоровод, добрая собака Баскервилей мне на счастье лапу подает. До свидания, друг мой, до свидания. Зря мне скрипка душу теребит, будто я весенней гулкой ранью в кэбе подъезжаю в Бейкер-стрит, будто я опять занявшись делом, как когда-то собранный хорош. Хитроумно так переоденусь в старомодный ветхий макинтош. Доктор Ватсон хмур и озабочен, ничего не хочет упустить. Мне же наплевать на сумрак ночи, сквозь туман тернистый путь блестит. Злобствует профессор Мариарти, задержать, поймать, остановить. Я один, все нынче в Скотланд-Ярде. Жизнь прожить, не трубку попрыть. Письмо Печорина-Онегину. Забавная история, можно сидеть угадывать, из чего конкретные вот эти блюда намешаны. К вам пишу, мой друг, за окном Кавказ. Победителей нет и уже не будет. Возмущаться излишней. Потомки нас, не смутившись, запишут в лишние люди. И толстяк пятиклассник, прищуря глаз, нас накажет презрением и осудит. Поначалу я вовсе хотел молчать, но венцо в груди побуждает к мести. Скучно, грустно. И некому руку пожать в этом проклятом всеми курортном месте. Остается бумаги передавать, представление о доблести и о чести. Пушка бьет и опять попадает в небо. Раздражение достигло критической массы. Облака над Печорой или Онегой, отсюда дальше Луны и Марса. Здесь чеченский к жалам ползет по брегу, демонстрируя хитрость и злобу Барса. Генералы в расстройстве. Количество беглых превышает число геройски убитых. Не такое уж видно святое дело расширения пределов страны немытой. Ищешь женщин, но Нин и Татьяна и Белы вышли замуж. Пусть их воспоют пииты. Перечесть не страшно, но лучше к фляге приложиться и дать отсыреть запалу. Я печально гляжу, как тускнеют флаги, Как пространство и время, составив пару, превращают в пепел листок бумаги. Одинокий и белый, как в море парус. Мартин Лидер. Вот Мартин, которого создал Джек. А это из высшего света девица. И этой девице мечтает добиться. Мартин, которого создал Джек. А это из рукописи страница. И этой страницу очень гордится, мечтая писателем статьи добиться. Внимание, из высшего света девицы. Мартин, которого создал Джек. А это редактор, который кривится, читая из рукописи страницу. Которую автор напрасно гордится. Такой писанину трудно добиться. Внимание, из высшего света девицы. И вот на корабль печально садится. Мартин, которого создал Джек. А это почет и богатство стучится. В двери тому, кто сказал, не годится. Мне отступать буду яростно биться. И обязательно жизнь состоится. Уж не кривится редактор тупица. А издавать поскорее стремится. Тысячи книг за страницей страницей. Даже из высшего света девица. В автора книг умудрится влюбиться. Мог бы спокойно здесь остановиться. Мартин, которого создал Джек. Но слышишь, волна потихоньку стучится. В тот пароход, где мартиния и пицца. В Лондон плывущая, может быть, в Ниццу. Где в первом классе герой наш томится. Не к чему больше герою стремится. Деньги отрава, а слава водится. Что между пальцев уныло сочится. Даже из высшего света девица. Вовсе не та, с кем хотелось бы слиться. В небе кричит одинокая птица. И остается одно. Утопиться. Будет кругами вода расходиться. Там, где сподобится, в воду свалится. Мартин, которого золото. Песнь об Азияти. У нас у всех вон фэлло, да? В общем, настольная книга. Если спросите, откуда есть пошла земля родная. Я скажу вам, я отвечу. Мы пока еще не ели, никуда мы не ходили. Мы духовностью богаты. Если спросите, откуда у нас богатая духовность. Я скажу вам, я отвечу. Мы же ребята Азияты. Почитай, что те же скифы. И раскосы наши очи. И жадны они без меры. Вас, к примеру, миллионы. Нас жить мыть, 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 мыть. Если спросите, откуда эти вечные сражения. Отчего мы, Азияты, не находимся в покое. Я скажу вам, я отвечу. Нам покой частенько снится. Но реальность нашей жизни интересней сновидений. Если спросите, что делать, а тем паче, кто виновен, я скажу вам, я отвечу на проклятые вопросы. Ничего не надо делать. Понаделаны изрядно. На вопрос же, кто виною, так отвечу. Конь в тулупе. Да степная кобылица, что ковыль в степи помяли. Если спросите, откуда наши радостные песни. Где невеста утонула, где прохожий застрелился, где кружит с черной ворона лучина догорает. Я скажу. Я так отвечу, не покажется вам малым. Эти песни, я отвечу. Ряба курочка напела. И не спрашивайте рябу, мол, куда же ты несешься. Где приспичит, там несется. В слепоте ее курина тень великого гомера. Если спросите, откуда эти ямбы и хореи, этот стих Александрийский Амфибрахида Анапис, я скажу вам, отвечаем мы за всю культуру разом. В том значении азиатов в бесконечной вечной жизни. А соседние народы пусть слегка посторонятся. Но не спрашивайте более. Я немного утомился. Мне что-то гаевато. А кому теперь легко-то? Спасибо. Спасибо большое. У меня такое ощущение, что по времени у нас осталось на подписи. Девушка пришла к вам. Что? Юлия Михеева. О! Контропаса. Юлия Михеева. Как опытная, значит, у нас звезда шоу. Приходит в последний момент, когда все собираются расходиться. И все, внимание ей! АПЛОДИСМЕНТЫ Контропаса. На прошлом бенефест, кстати, с 7 по 10 июля состоится замечательный фестиваль «Бенефест», где огромная сцена и время предоставлено именно Азии+. Где я уже два года таковал и буду таковать еще. Несмотря на то, что на прошлом фестивале вот эта маленькая девушка заставила меня переть вот этот огромный контрабас на себе через грязь. И все, существуют фотодокументы, контрабас очень тяжелый инструмент. Я просил ее в следующий раз выступать лейкой Пикколо. Она против. Значит, это у нас Челябинская диаспора продолжает подтягиваться. Уральская диаспора. Есть два чудо-словесности, которые я содержания не понимаю, но знаю, что это какие-то чудеса. Это песни Бориса Кременчукова и Юлии Михеевой. Но Юля намного симпатичнее. И Вячеслава Ахмедзяна. И, как это сказать, носимый Сергеем контрабас. Я спою, с вашего позволения. Это, в общем-то, импровизация, по большому счету. Вокруг зимы А где-то праздник, может, день рождения. Вот-вот нахлынут гости поздравления. И наш пирог уже на стол поставлен. И наш пирог уже на стол поставлен. Кто съест пирог с начинкою, неважно. Но мы придем среди муки снежинной. И каждая снежинка есть причина. Вот-вот молчать, смотреть на снег и улыбаться. Молчать, смотреть на снег и улыбаться. Молчать, смотреть на снег и улыбаться. Молчать и улыбаться. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ваше слово заход. Нет, ну другой какая-нибудь. Ворону я понимаю. А я вот как раз хотела... Ну, ворону... Переключилась, вышла и решила не помнить. А? Как скажешь? Как тебе удобно? Нет, ворону тогда. Да? Понимаешь, ворону? Ну, такая чё... Ну, не репетируй. Вирус. Волкарь от моё. Репетируй. И ворона может лететь красиво. Я слова забывчиво, зла плаксиво. Я люблю, когда дарят цветы, каечки. Я боюсь зубных врачей и увечий. И ещё людей, когда сильно любят, Потому что умру, всё равно забудут. Ведь у тех, кто любит плохое зрение, Я боюсь испорченных отражений. Тени вороны немногим орлиной хуже, Я боюсь чудес за зеркальной стужей. Тени вороны немногим орлиной хуже, Я боюсь чудеса. 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 Я боюсь чудеса чудеса. Аплодисменты 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 Аплодисменты